ребята добрый день тема которую я вам сегодня представляю такая ну достаточно популярная я надеюсь что вам это будет интересно самые странные живые существа земли меня слышно хорошо всем до ну давайте начнем с вопроса вот кого вы считаете самыми странными живыми существами на земле кто хочет первый сказать что-нибудь то смелый собака а чем она странная не говорит или наоборот говорит не говорит еще кто хамелеон а почему чем у стороны окраску меня это чем еще интересен хамелеон кто еще знает а глаза так хитро двигаются да да кузнечик а кузнечик чем странный зеленый мы не зеленые это точно это странно хамелеон так уже называли а язык выбрасывает точно морж а почему морж к стоматологу не ходил ящерица ящерица чем интересных хвост отбрасывают тоже интересно так а давайте от стороны змея а почему змея а без ног до без ног а двигается до рыба удильщик сегодня про него тоже поговорим о что у него интересного лампочка горит привлекает какую-то добычу до в темноте точно дельфина чем дельфин интересе спит спидель одну-ка ну как он спит как у спидельфин она он совсем засыпает или нет ну вот не глаз он он может спать половиной мозга по мозга спит по мозга не спит а потом меняются так ну последний давайте кто еще одноклеточные они чем интересны странно едят вот прям вы бы тоже хотели бы так есть без рта так обволочь котлетку и и поглотить ее да ага так ну вот я смотрю очень много достаточно разных вариантов но давайте последний медуза а чем медуза интересна а электрическому электрическим разрядом может ядом до убивать жертву опасно да опасно среди а какие птицы кстати какие странные птицы страусы а еще пингвины калибре вы про калибре мы сегодня поговорим так ну давайте пока пауза до сообщениям еще своим пообщаюсь значит теперь давайте посмотрим ну вот я тоже проводил также как вот вас опросил спросил своих знакомых вот студентов взрослых кого они считают самыми странными живыми существами все разумеется тоже предлагали все возможные варианты но почему-то на первом месте вот лидирующее место занимали такие животные под названием голые землекоп и кто-нибудь знает голые землекоп и это не дворники которые копают что-то на улице да это такие вот видите нашли гол землекоп вот они наверху по середочке да значит вот здесь представленные животные про которых мы сегодня поговорим вот их отобрали про всех если вы про каких-то будет неинтересно вы говорите нам не интересную пойдем дальше договорились про кого не надо про всех не надо про всех надо хорошо про всех будем говорить значит их 13 штук замечательное число специальное подобрал вот и начнем мы соответственно с голых землекопов вот такой голый землекоп как вы думаете кому он относится это кто такой грызун это грызун совершенно верно свет выключить так значит совершенно верно вы сказали что голые землекопа это грызуны и как вы видите но чем они отличаются чем они странны у них нету шерсти да вот наверху слева показана самка этого голого землекопа и всего а у грызунов больше зубов нету грызунов два зуба наверху два внизу они ими грызут но вот эти грызуны они ведут подземный образ жизни как кроты они роют норы но кроты чем роют норы когтями лапами до передними ногами а эти зубами копают совершенно верно лапки у них хиленькие такие да и вообще они такие выглядят тщедушные а зубы огромные они выступают вперед впереди губ губы закрываются за вот этими зубами два зуба сверху два снизу они ими грызут почву совершенно такое необычное приспособление ползет такой паровозик из вот этих гол землекопов они живут группами передние копает зубами пропихивают почву назад а те кто сзади ползут они лапками и и дальше 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 назад позади себя пропихивают и потом есть ход вертикальный как кроты они этот эту землю выпихивают наружу сверху уже на на поверхность земли значит эти эти животные поскольку ведут подземный образ жизни то понятно что им приходится сталкиваться ну периодически с какими-то камнями жесткими так сказать предметами под землей поэтому он представьте если вы все время рылись где-то в почве в каменистый какой-то да вы бы наверное повреждали периодически себе кожу а кожа у них ведь такая гладкая до тоненькая и эти животные тоже к этому приспособились они устойчивы к боли то есть они боль могут воспринимать но она у них притупленная такая да то есть если вы вам вот провели царапину какую-то сделали вы бы отдернули бы руку там кричали бы наверное да они будут продолжать дальше ползти копаться вот это связано с тем что у них на уровне нервной системы там отсутствует некоторые вещества которые эту боль передают дальше в нервную систему да то есть вот здесь они чувствуют может быть немножко боль да а вот мозг уже сигнала боли не получает потом эти животные но чем еще интересно их видите отсутствует шерстный покров совсем да они вот примерно как как мы такие да а вот зачем как вы думаете почему у них нету шерсти чтобы не мешало копаться ну а у крота например есть шерсть есть но тем не менее прокапывается чтобы не было слишком жарко под землей до воду туда что-то слышно они живут в достаточно теплых странах да например в эфиопии они есть в таких саваннах полупустынях копаются в таком песчаном немножко грунте да там достаточно жарко и вот даже несмотря на то что они живут под землей все равно температура там достигает в общем порядка было может быть там 30 градусов вот при поверхностном слое в почве и тут конечно же шерстный покров как шуба да она мешает от нее надо избавиться поэтому они становятся вот такими вот голенькими да и потом посмотрите на это животное совсем практически не видно жира подкожного до жир подкожный тоже слишком сильно греет тоже он не нужен в теплых условиях тоже от него избавились а как тогда самка потомство выкормит если она такая худенькая точенькая детей у нее знаете сколько кто угадает восемь шестнадцать два 12 кто был ним миллион много нет нет больше шестнадцати кто еще цифру 20 еще чуть больше 50 много 30 31 близко но много 27 почти 20 28 28 вот 13 мало 13 мало вот почти угадал молодой человек 27 он сказал да порядка 28 детенышей бывают даже для грызунов это много хотя образом да да одномоментно получается 28 братьев и сестер ужас какой да вот все это будете братья и сестры все вместе вот и понятно что мать голая землекопша да она не выкормит сразу 28 детенышей будучи такой тщедушненькой да значит что как ей поступить ей должны помогать остальные члены группы к в которой они живут группа иногда составляет до 80 животных интересно что вот эта группа построена по принципу но такой колонии у муравьев у муравьев кто самый главный матка есть одна самка матка она размножается и ей подчиняются все остальные муравьи рабочие да здесь точно такая же структура хотя это вроде совсем не муравьи и наверное вы вряд ли кого-то вспомните из млекопитающих которым относится это животное до чтобы была такая ну пчел это без позвоночные да это не млекопитающие не позвоночные не 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 родственники человека да пчелы то же самое как и муравьи точно такую же структуру имеют группы здесь вот есть такая одна самка крупная у голых землекопов она размножается все остальные рабочие приносят ей корм постоянно то есть она не успевает худеть вот и те же рабочие выполняют ну функцию таких охранников что ли да вот они где-то копаются копают ходы на глубине метра двух и занимают площадь наверное ну порядка там 20 футбольных полей да вот это все их такое хозяйство они там ползают и вот эта самка она там главенствует ну еще какие здесь интересные особенности тегол землекопов под землей мало кислорода поэтому они еще например отличается тем что они могут долго выживать в условиях где слишком много углекислого газа и мало кислорода тоже в общем достаточно занятная вещь и еще вот эти всякие факты они как-то более известны широкой публике менее известно что вот например голые землекопы они способны использовать магнитное поле земли для того чтобы копать свои подземные ходы потому что там же не видно куда они копают да вот они оказывается чувствуют магнитное поле у них есть свой компас такой где-то в голове никто не знает где конкретно но как-то они его чувствуют в эксперименте если вы поменяете магнитное поле они будут копать вход в другом направлении вот ну вот как раз это исследование провел такой вот австрийский исследователь со смешной фамилией бурда вот до сих пор на других грызунах и на других млекопитающих на родственников так сказать ближайших родственных человек млекопитающих имеют да не показано чтобы они использовали магнитные поля хотя вы знаете наверно что птицы когда мигрируют они используют магнитные поля то есть у них там сложная компасная система вот следующее следующее существо мы прыгнем уже с млекопитающих на беспозвоночных с позвоночных на беспозвоночных и вот рассмотрим такую группу тихоходки тихоходки это отдельный такой систематический тип в саде животных у них есть четыре таких ножки это выпячивание такие с коготками как бы на голове у них вот справа я фотография ведь посередке есть такой хоботок которым они прокалывают там есть небольшой стилет такой остриё да они прокалывают этим хоботком клетки растений они среди мха живут и высасывают этим хоботком жидкие секреты с клетки ну периодически бывает вообще по размеру эти животные ну порядка наверное миллиметра не больше меньше миллиметра они совсем маленькие маленькие меньше миллиметра намного и вы знаете что мог периодически высыхает да вот вы в лес приходите то он мокрый то дождя не было он высох вот тихоходки они почему называются тихоходки потому что они очень медленно ползают да вот если для сравнения они где-то там порядка двух миллиметров в минуту у них скорость очень очень медленно если мог высыхает убежать они не успевают а нет но это картинку наверху картинки увеличенные да вот реальный размерах меньше миллиметра а вот картинка которая внизу слева показана это какой-то видимо может быть студент или выпускник так сказать какого-то биологического вуза который знал кто такие тихоходки да наверное не многие из вас знали до сегодняшнего дня кто такие тихоходки вот он взял да отлично отлично вот у нас есть образованные люди отлично отлично очень за вас за всех рад так вот и создали вот такой компьютерную игру и решили что надо вот такое страшное существо с виду она действительно страшная да хотя для человека совершенно безобидное питается вроде как бы растениями да вот решили поместить в качестве злого существа который нападает на человека ну понятно что такого быть не может принципе забавно да поиграть наверно в такую игру можно вот эти тихоходки обитая на мхе высыхают вместе с амхом вот кому мы мог высох что делать убежать они не могут они тоже высыхают и высыхают они сколько они как вы думаете могут потерять в весе вот вы сколько в весе можете потерять кто кто диету поддерживает есть девушки еще рано день на диете сидеть сколько человек может потерять весе так чтобы он еще оставался жив 20-30 килограмм а если в относительных процентов 20-30 процентов но это уже так я бы сказал уже летально наверное будет да то есть порядка десяти процентов веса еще вот возобновима так сказать потеря да там при ну разные люди конечно бывают да ну вот 10 процентов может быть для кого-то вполне ну пределом тихоходки вот эти как показали эксперименты теряют до 95 процентов веса до остается от них пять процентов да вот представьте что я сейчас бы сейчас рассказывал рассказывал потом бы от меня осталось пять процентов это вот и где-то там пять процентов да вот вы бы не узнали совсем сморщиво что-то такое вот еще тихоходки способны терять очень сильно в весе и тогда когда они высыхают они могут переносить экстремальные условия например экстремально высокие экстремально низкие температуры вот здесь ну конечно вот вам наверно еще искать наука еще в виде графиков может быть и рановато но я вот кто постарше вот может может смотреть на верхний левый график да там показано как меняется доля выживающих вот этих вот тихоходок вот их подсушили да потом взяли и поместили при минус 190 градусов цельсия охладили вот какое-то время держали вот внизу показано время сколько их в месяцах держит вот порядка трех месяцев если их держать высушенными при низкой низкой температуре вы в такой температуре не выживете это точно после этого если их обратно в тепло поместить и увлажнить полить водой они опять приобретают исходную форму и опять живые опять едят размножаются двигаются вот но уже через 20 месяцев уже многие из них уже погибают но тем не менее 20 месяцев прожить в высушенном состоянии от вас пять процентов осталось при минус 190 градусов или при плюс 200 вот в общем этот счет это сказать совершенно экстремальное вообще непостижимое для человека поэтому вот с этими существами сейчас очень активно экспериментируют и в космос их пытаются посылать там и в вакуум и вот землекопов голых тоже пытаются так сказать с этой точки зрения следует такие вот необычные у них способности пока не до конца выяснено как они это делают ну отчасти известно что они накапливают сахара у себя в организме и это позволяет им частично таскать ну сэкономить хоть какую-то часть воды вот и хоть как-то сохранить жизнеспособность вот мы с вами не посмотрели как выглядят тихоходки под микроскопом вот их тут немножко придавили покровным стеклом и вот они этими своими лапками пытаются передвигаться головной конец вот справа по-английски их называют водяные мишки вот bs но действительно чем-то они похожи на таких увольней так это кто у нас черепахи следующие существа которые способны тоже переносить экстремальные условия но в частности достаточно жаркие условия и достаточно долго могут находиться без пищи вот эти животные плюс еще интересной особенностью у них является что панцирь у них есть вот такой необычный панцирь этот по этому панцирю но вот наверху правая картинка можно например посчитать сколько примерно черепахи лет по возрасту они могут доживать до скольки лет 300 но 300 лет проскакивает в литературе вот информация там а 150 300 лет на самом деле вот информация про 300 200 лет она часто ну не совсем с моей точки зрения достоверно то есть порядка 100 150 это несомненно для слоновых черепах такой факт известный больше это надо уже несколько с осторожностью это проверять потому что часто эта информация исходит из каких-то ну частных так сказать зоопарков или вот черепаха там жила у какого-то там императора короля там и так далее вот и они иногда искусственно завышают ее возраст чтобы так сказать кому как-то себя возвеличить что у нас есть вот такая древняя мудрая черепаха но они действительно живут намного дольше чем другие существа отчасти потому что у них низкий уровень обмена веществ вот и они могут не так часто есть и темпы жизнедеятельности у них такой до жизни у них все происходит очень медленно да еще как как черепахи дышат вот у черепах панцирь образован с помощью чего из чего вот на картинку посмотрите из костяного панциря а кости это какие кости вот на себе можете показать из костей образуется панцирь черепах из позвоночника еще от позвоночника вот сюда чего отходит у нас ребра значит вот эти ребра они расширяются срастаются друг с другом и образует панцирь да есть черепахи с слабеньким панцирем например кожистая черепаха да вы на них мягкий такой панцирь ну тоже начинают эти ребра разрастаться но они не сразу плотный панцирь не образует вот значит на картинке вот вы видите что изнутри у черепахи вот здесь вот видите ребра вот эти широкие такие полоски это ребра они образуют внутреннюю часть панциря верхняя часть панциря которая как правило раскрашена в цвете да она образуется со стороны кожи то есть вот такие утолщения как у нас ногти они накладываются сверху еще на панцирь он получать такой двуслойный вот если у вас есть такой жесткий панцирь который не двигается что при этом невозможно вот скажем если вы посмотрите на ящерицу или на себя допустим да и представьте что вас грудная клетка вдруг раз и превратилась в панцирь что вам будет сложно делать так но я думаю что встать на задние ноги будет сложно по весу но как-то можно как-нибудь придумать поворачиваться будет так а что более важно кроме поворачиваться ходить дышать будет сложно дышать правильно вот попробуйте себе вот так держать и не двигать и грудную клетку до долго вы не просидите но у вас еще есть вспомогательный такой мускул диафрагма называется вот здесь вот вы можете не двигая грудной клеткой немножко двигать вот здесь вот мышцы диафрагмы она вот так вас проходит животом как бы дышать да вы можете двигать животом да чуть чуть так и будете дышать у черепахи такой мышцы нету и поэтому если она заблокировала себе грудную клетку дышать она не может значит как она дышит если черепаха обитает в воде например морская или пресноводная как они черепаха до болотные например жаб нет жаба у них нету жабры они жабры были у рыб потом они потерялись редуцировались остались только легкие вот значит дышит они хитрыми способами ну во первых у них есть водных черепах есть возможность заглатывать и прокачивать воду туда-сюда через горло то есть они не глотают они могут открыть рот немножко запустить воду в ротовую полость там есть много кровеносных сосудов и они чуть-чуть кислорода оттуда забирают есть совсем странный способ у них с противоположного конца тела в отверстие которое называется клоака тоже есть кровеносные сосуды которыми они дышат тоже немножко такой забавный способ дышать совершенно с обратной стороны тела но другой вариант который они еще используют это вот кто кто-нибудь держал дома черепах сухопутных что они постоянно делают передними ногами даже если не ходят передними ногами что они делают когда когда даже сидят на месте просто двигают они не не двигаются двигают двигают как делают они у них как бы ну можно сказать вот так вот они выгнуты в другую сторону они постоянно вперед-назад вот так шевелят вроде они не идут никуда но постоянно ими шевелят считается что таким образом двигая ногами они поворачивают вперед-назад специальные косточки которые в общем у нас вот знаете что с нашими передними конечностями с руками до связаны косточки под названием лопатка лопатку там все знают где у вас лопатку вот у нас она как правило участвует там ну в движении плеча конечности да вот у черепах это же лопатка она находится внутри панциря и там как-то помочь с движением ей сложно но это лопатка вот она вот она вот здесь виде ложечки такой показана да она контактирует давит на легкие на легкие и поэтому когда черепаха двигает вперед-назад конечностями этого опатка тут сжимает то немножко разжимает легкие таким образом помогает дыханию то есть вот есть такой необычный способ дыхания у черепа прокачивание легких вот черепахи еще интересны тем что они совершают дальние миграции дальние путешествия из мест размножения в места где они так сказать там кормятся собирают ловит свою добычу да на рыбу они часто охотятся растительность тоже поедают ну вот здесь например показано побережье китая да вот остров тайвань и там они размножались видите вот туда такие черные такие вот точечки с линиями почему они так далеко плавают чтобы размножиться да вот у многих животных есть такая интересная особенность они запоминают то место где они родились вот например птицы морские черепахи и лягушки они рыбы тоже до многимут лососи например да вот все эти животные часто у многих видов они возвращаются размножаться в те края где они сами родились даже не просто в края вот прям в ту самую реку или черепахи скажем запоминают пляж конкретный пляж на берегу моря вот они его запомнили когда-то в детстве они от него уплывают и только через 10-15 лет они к нему приплывут размножаться то есть память очень ну вот смотрите если если вы приплывали в любое место размножаться да вы приплыли а на этом пляже допустим сплошные камни и закопать яйца в песок невозможно они закопают яйца в песок да так сказать не просто им бросают воду они на суше значит этот пляж не подошел надо искать новый приплыли на новый пляж а там скажем человек там я не знаю устроил свой пляж и там тоже люди мешают да или что-то там выросла на этом пляже да то есть искать каждый раз что-то новое это не очень ну так сказать перспективно да в том что смысле значит в принципе кормятся они в разных местах плавают собирают корм все равно где да или иногда не просто вот увлекаясь сбором форма уплывают куда куда вздумается иногда их течением куда-то уносит и в принципе пока они плавают живут едят им все равно куда возвращаться поэтому широкие у них перемещения но возвращаются размножаться они в конкретную точку на самом деле ну понятно что это удобно это в том смысле что ты знаешь что там хорошо вот ты знаешь что там где мама папа да где ты родился там хорошо правда вы приходите вы там себя спокойно чувствуете вот а если вы вам скажут да зачем тебе к маме папе идти вот смотри сколько квартир вокруг иди в другой дом посиди там другие люди есть тоже хорошо они тебя там тоже накормят напоят но это уже как-то по-другому да это такая интересная загадка природы на самом деле это вот с этим с этим связано например вот выбора скажем вашего партнера будущего жены и мужа да тоже вот как вы будете выбирать это тоже связано с на самом деле с этим явлением только трансформированная немножко у млекопитающих чуть по-другому и например такое явление у человека как ностальгии наверно да там с возрастом усиливается ну как бы тяга к родным краям до к дому когда-то где-то кто-то жил вот хочется до вернуться это тоже с этим связано значит и вот эти животные тоже осуществляя большие такие переходы в водной глади они они должны как-то ориентироваться да вот если вы находитесь в океане да как вы будете вообще искать где берег где какой-то остров где тут вот пляж которому нужно приплыть для они используют опять магнитные поля как и птицы то есть при миграциях тоже значит ну вот здесь наверное я сейчас вас не буду грузить вот эта информация просто вариант эксперимента как с этими животными проводят опыты да ну вот единственное что я расскажу в результате этих хитрых таких опытов было показано что черепашата вот здесь вот они видите как из яйца вылупляются как они находят вообще дорогу к морю и потом вообще запоминают дорогу вот к тому пляжу которому нужно потом будет вернуться да очень часто черепашки вылупляются в ночное время или в раннее утреннее когда еще совсем темно вот им нужно в это время вот они на пляже на суше вывелись понять куда ползти где вода да вот ученым вот один случай ученым подсказал в чем здесь ключ к разгадке как они воду находят вот однажды в темное время суток на пляже отдыхающие играли волейбол была такая вот площадка большая освещенная прожекторами вокруг было темно ну вот эта площадка представлял собой такое светлое пятно вот люди играли играли весело им было вдруг в какой-то момент в середине ночи к ним на эту площадку со всех сторон начали сползаться маленькие черепашата много тысяч черепашат как зомби такие да со всех сторон ползут толпами и только туда люди в общем испугались вот и не понять непонятно было что происходит когда же выключили прожекторы черепашки расползлись в нужную сторону и пошли к воде в результате эксперимент в который потом провели ученые оказалось что черепашки просто ползли на свет на яркий свет и действительно ночью водная гладь океана моря она чуть чуть больше подсвечена чем берег да особенно если на берегу растут какие-то деревья горы там да вот когда черепашки потом входят в воду у них происходит что дальше они плывут поперек волн волны вблизи берега знаете идут параллельно берегу да вот таким образом они от берега уходят а дальше у них включаются магнитный компас они запоминают это место уже по магнитным ключам и вот используя магнитные ключи они потом возвращаются к этому пляжу следующее животное интересное это около молот все узнали зачем ей такая голова для лучшего обзора но посмотрите как у нее сидят голову глаза вот ну вот представьте глаза сидят да она может смотреть на право и налево но на самом деле ну вот попытайтесь вот представьте что вы хищник до кого хищник и вам нужно схватить добычу куда лучше смотреть на добычу или по сторонам на добычу да потому что если вы даже вот не знаю там йогурт едите да у вас глаза будет вот здесь и вот здесь в йогурт вы можете носом не попасть правильно вот на самом деле для охоты вот такое расположение глаз совсем неудобно вот здесь штука в том что вот эти животные но вообще все акулы скаты они обладают электрорецепции я сейчас не буду подробно рассказывать они чувствуют электричество очень слабые токи вот дельфины но у дельфина больше у некоторых дельфинов может быть электро локация но у них там часто эхо локация скорее да на звук они реагируют вот а здесь а как охотится вот эти акулы молоты да они на самом деле не нападают часто кого на кого-то в воде до в толще воды они вот этой своей головой как металлоискателем они водят вдоль дна и если они чувствуют небольшие электрические токи которые исходят от движения мышц скажем в результате дыхания каких-то рыбешек или рачков которые закопались в грунт врачок там спрятался думает что его не видно у него сверху песок засыпан но он дышит у него жабры есть он дышит ими до двигает немножко мышцами чуть-чуть и вот создаются слабо очень электрические токи от мышечного движения акова это распознает и выкапывает его из грунта и вот это как раз для этого такая голова очень полезно ну я не буду вас грузить тоже по возрасту вы наверное сейчас не поймете физику процесса да но важно для того чтобы почувствовать электрические токи чтобы голова была широкая именно тогда чувствительность вот этого аппарата повышается вот так вот посмотрите выглядит череп скажем у этой акулы да он тоже такой совершенно необычный давите вот так вот так вправо влево он через через челюстями к вам снизу челюсти на вас смотрят давайте про хамелеонов поговорим узнали хамелеонов да значит кто-то говорил про глаза хамелеонов что они вертятся в разные стороны да вот действительно хамелеона необычные тем что глаза могут независимо друг ко другу смотреть куда им вздумается вот так они смотрят когда они они смотрят в разные стороны пока они ищут добычу когда они добычу нашли глаза работают вместе синхронной они уже смотрят как говорят ученые бинокулярно дать совместное поле зрения такой образуется у двух глаз также как вот вы смотрите да на какую-то точку вы объемную картинку получаете вот значит они могут двумя типами так сказать движение оперировать глазу потом посмотрите на конечности чем вот у них интересны пальцы у нас пять пальцев у них тоже пять пальцев но у нас все пальцы свободно у них два пальца вместе а три других вместе да вот так и ветку они обхватывают вот таким вот образом можете попробовать насколько это удобно у них очень цепкий хвост на хвосте они могут просто висеть вот как искать какие-нибудь обезьяны до достаточно долгое время они выносливые вот ну и еще интересный момент связанные с хамелеонами но даже два наверно да еще это про язык кто-то говорил туда кто-то говорю про язык значит язык у них выбрасывается на расстояние больше чем длина их тела это помогает им схватывать добычу язык видите вот здесь если вы посмотрите как устроен язык ведь он в основании перегнулся в языке есть косточка да у нас с вами кости есть в языке нету а у них в основании большая косточка и это язык работает как катапульта такая или как рогатка можно сказать да значит вот возьмем волог dream полку возьмем фонтанчик питьевой фонтанчик все знаете какой как выбери маленький фонтанчик да вот это чтобы пить где-то иногда ставить фонтанчики такие знаете идеи Dia哥 фонтанчик фонтанчик маленький фонтанчик вот так вербил да вот вот какой тебя все редку полку да так что в начал продолжал убить тоненькую вот сверху насадите пластиковую бутылку пустую ее насадите так чтобы вся вода из фонтанчика уходил в эту бутылку очень интересное занятие произвлекайте через какое-то время вода заполнит бутылку и будет так сильно быстро быстро мари какой вас фонтанчик ну дома с раковиной не пробуйте не надо да то мама папа вас заругают и в какой-то момент вода так сильно будет давить на эту бутылку снизу она все время будет туда подходить до что она эту бутылку вытолкнет вверх и метров на 10-15 смотря как вы там будете ее держать бутылка подлетит вверх вот здесь примерно язык работает таким же образом есть вот эта палочка плохо будет вот здесь получается тоже вот это язык это по сути эта бутылка она насажена на палочку а под под языком находится много жидкости много жидкости когда мышцы сокращаются в основании языка эта жидкость выталкивает язык вперед какую-то эту бутылку вода выталкивает и он летит далеко а потом мышцы его потягивает обратно значит хамелеона меняют окраску да мы с вами уже говорили кто-то сказал если например взять хамелеона наверху и рисуночек закрыть его палочкой да и посветить на него а потом палочку убрать вот на месте где была палочка видите на нижней фотографии осталась полоска светлая то есть в темноте хамелеон светлеет бледный становится если захотите ловить хамелеона где-нибудь в тропе когда вы поедите ловить его ночью возьмите фонарик и светите фонариком по кустам и хамелеон будет обычно белого цвета так он днем маскируется под листву ночью он белый поэтому вы легко найти будет но пантерный хамелеон с мадагаскара прибегает к визуальным средством совсем для других целей это калейдоскоп мира рептилий его цветное зрение намного лучше нашего именно с помощью цвета он рассказывает о своих самых сокровенных чувствах возбуждение хамелеон может из холодно зеленого мгновенно превратиться в огненно красного но как он меняет свою шкуру так быстро и плавно под кожей у него находится двойной слой простых пигментных клеток которые растягиваются или сокращаются становясь из желтых сначала зелеными а потом синими если сокращаются оба слоя они открывают нижние белые клетки делая кожу бледной а отдельная группа клеток придает коже красный оттенок становясь то темнее то светлее в зависимости от того поднимаются или опускаются черные гранулы меланина все вместе это позволяет миллионов обладать самой сложной годовой системой цвета в мире земных животных это биотехнология в своем самом хитром проявлении представьте что если бы мы могли общаться посредством цвета то сообщали бы о своих намерениях за доли секунды используя разные краски для выражения оттенков настроения а до необходимости даже могли бы слиться с окружающей следой значит следующее интерес следующее интересное животное это то это нема правильная насчета нема на самом деле это рыба клоун правильно совершенно верно вот чем интересны рыбы клоуны ну в природе как правило вот когда животные размножаются у них есть самцы и самки да и как правило не как правило часто достаточно бывает что самцы и самки вот они когда родились самками или самцами да они дальше пол не меняют за исключением каких-то странных людей да и так далее но в природе на самом деле бывают ситуации когда и у рыб это кстати не редкость когда рыба может сменить пол вот она родилась там самцом а потом вдруг раз в какой ситуации стала самкой или наоборот да немножко конфузная ситуация ну например вот рыбка которая справа двухполосый клоун у них бывают иногда такие ситуации когда живут у дна около морской лилии да вот такой анимон видите на заднем плане морская лилия да живут не самец и самка да вот приплыли туда два самца и вот они ждут самку ждут самку а что-то не идет к ним любимая да куда деваться а вот интересный вариант предложили потом два самца начинают со скуки драться и проигравший становится сам неплохая мысль надо эту гипотезу научно протестировать это свежая идея на самом деле все гораздо проще через какое-то время а это примерно через месяц происходит да когда вот эти два самца горюют тут в одиночестве один из них становится сам ты меняет свой пол помощью гормонов давайте какие есть идеи какой из двух самцов становится самкой как вы думаете что может определить кем он станет а просто так нет размер совершенно верно на самом деле размер как вы думаете кто по размеру станет самкой тот кто больше станет самкой совершенно верно почему жира больше да от самки зависит сколько икры она отложит да чем крупнее самка тем больше она икры отложит это разумеется выгодно для животных а вот другая рыбка например вот рядом пестроносый амфиприон такая с одной полосочкой там тоже значит у них ситуация посложнее они живут группой вот тоже есть анимон такой на дне морская лилия и вот там живут допустим там пять или шесть рыбок из них одна самка с ней в паре живет самец и они-то две крупных рыбки самец и самка и есть еще несколько маленьких самцов которые живут вместе с ними но их все время взрослые вот эти самец и самка терроризируют и они размножению части не принимают они такие вот забитенькие где-то живут рядышко и вот если вдруг возникает ситуация что вдруг самка погибла в этой группе остаются одни самцы как вы думаете кто становится самкой тот кто был мужем да правильно и почему потому что это самая крупная рыбка большой конфуз но он становится самкой а его партнером будет его мужем становится кто-то из самых крупных мелких самцов да самый крупный из мелких интересная ситуация бывает во взаимоотношениях у богомолов когда образуют пару самец и самка у богомола очень часто возникает ситуация просто жутко жестокая когда самка съедает самца на самом на самом деле почему никто до сих пор до конца не знает но некоторые говорят что без головы он лучше выполняет супружеский долг кто-то говорит что съедая самца самка тем самым пополняет недостаток каких-то ценных питательных веществ в организме для развития потомства но все это в общем на самом деле не самый не самые хорошие объяснения да есть просто ряд работ которые показывают что возможно это отчасти ну артефакт такой артефакт это имеется ведут случайность да какая-то которая получена в ходе наблюдений в аквариуме потому что ну вообще как вы знаете процесс до размножения очень такой важный скрытный и нужно чтобы никто его не мешал да если только подглядывает какой-то экспериментатор который по размеру такой крупный пугающий он постоянно отвлекает вот этих вот животных эти животные страшные хищники у них передние конечности видите вот так вот сложены они преобразованы в такие как бы клешни которыми они очень эффективно сквозь хватают любую движущуюся добычу и когда экспериментатор отвлекает самку во время важного процесса она иногда схватывает самца он же тоже иногда двигает головой ну попался под горячую руку сверху находится самец он более маленький по размеру самка более крупная вот поэтому если вдруг самка задумает что-то сделать самцом у него не так много шансов отбиться потому что он просто по размеру и по физическим способностям не сможет ей противостоять в какой-то момент самку что-то отвлекает она переключается на охотничье поведение она считает что самец это добыча и сейчас она его вот он начал двигаться и тут она воспринимает уже как жертву какую-то вот она его цепляет своими клешнями такими и как правило инстинктивно она кусает сразу за голову и у него шансов практически никаких вот интересно что даже без головы самец все какое-то время двигается ходит вот это такая особенность нервной системы беспозвоночных голова у них не является самым важным элементом для контроля движения тела вот если у нас голову отнять да вряд ли мы куда-то далеко уйдем на насекомые какое-то время еще продолжают передвигаться вот она бедного своего супруга сожрала и вот зачем они это делают до сих пор никто точно понять не может такое же происходит у пауков например некоторых у пауков тоже самцы часто маленькие самки большие и вот тоже если самец допустил оплошность был невнимательным по отношению к даме она его съедает так вот мой любимый объект я вообще по научной деятельности занимаюсь всякими лягушками жабами и вот я подобрал для вас такой такой вид ну вернее тут группа видов на самом деле два вида называются заботливые лягушки заботливые лягушки на самом деле вот эти два два вида значит эти два вида лягушек они на самом деле в настоящий момент вымерли поэтому у вас вот есть возможность на эти фотографии посмотреть но в живую никогда вы их больше не увидите их открыли примерно в 70 там втором семьдесят пятом году вот эти два вида в австралии вот карта австралии показана да и вот две точечки буквально в двух небольших местах в радиусе там нескольких километров в тропическом лесу там нашли вот этих двух вот справа показаны двух таких вот лягушек два вида интересной особенностью их оказалось то что они вынашивают свое потомство они заботятся о потомстве во-первых да и вынашивают его в желудке в желудке они заглатывают самец заглатывает икринки в рот и в желудке они не перевариваются в этот момент желудок у них не действует не выделяет желудочный сок да он вообще не ест вот на самом деле это не так необычно потому что наши лягушки вот скажем если вы пойдете весной до в апреле в мае посмотрите в водоемах какие наши лягушки сидят да такие коричневые травяные лягушки называются они тоже во время размножения в течение недели-двух они едят вообще в принципе это для лягушек во время размножения характерно желудок особо не на не работает не нужно нам в это время возможно что так у кого у каких-то предков их наверное было и поэтому они этим воспользовались решили поместить в этот карман раз он не работает помещу к я туда икру и вот эта икра там развивается вплоть до маленьких лягушат вот и вот вы видите фотография уже готовый лягушонок вылезает изо рта счастливого родителя да вроде как родился ну допустим от 20 икринок он заглатывает рождаются так в кавычках рождаются да ну вам порядка там пяти семи может быть лягушат то есть не все на самом деле да предполагаю что часть из них питается икринками которые тоже находятся в живут сейчас детенышей ест друг друга как бы ну это вот неизвестный вряд ли будет точно известный почему вымерли тоже никто не знает дело в том что их было видимо очень мало возможно где-то человек таскать загрязнил природу да где-то вырубил какие-то леса да ну в любом случае через лет 15-20 их попытались найти снова и не нашли ни одной точно неизвестно может быть болезнь какая-то вот сейчас некоторые виды вымирают от грибка гриб грибок на коже полу поселяется может быть не нашли может быть они где-то еще сидят они конечно маленькие вот такие да но пока пока считается что они вымерли может быть вы поедете и в австралию и найдете калибре значит чем интересны калибре самая маленькая птица раз допустим несколько граммов до зави зависает на месте она очень сложными движениями вот так крыльями как вертолет перед очень легкая еще длинный нос даже чем что она есть нектар собирает правильно еще чем интересны как кстати что из балка кто из бабочек похож на калибре иногда путают я видел калибре хотя калибре там не обитает допустим где вы видели кто из бабочек похож на калибре бражник бражник такая есть бабочка она тоже вот и по форме и у него хоботок есть для сбора нектара давайте посмотрим небольшой фрагмент видео да с калибре этот процесс невозможно разглядеть без замедленной съемки крылья по сути работают как вращающиеся лопасти создавая нижнюю тягу подобно аппаратам на воздушной подушке созданными людьми тем не менее вертолеты оснащены особым устройством непрерывно вращающимися на оси лопастями ни птица ни любое другое животное не развили в процессе эволюции аналогичный механизм но калибре обладают еще одной замечательной особенностью крылья движутся по траектории восьмерки и вибрируют на возврате они симметрично в поперечнике действует одинаково хорошо в любом положении изменяя угол взмаха они направляют усилия не только вниз но также вперед и назад таким образом управляя хвостом калибре может передвигаться по воздуху в любом направлении однако для такой скорости движений требуется усиленное питание даже в состоянии покоя калибре нуждаются в пище для поддерживания жизни поэтому заправляться им приходится очень часто но заправочные станции цветы на ночь закрываются на большой высоте где редко по-настоящему тепло даже днем обитает исполинский калибре он размером с дрозда что помогает ему сохранять тепло но это максимальный размер для калибре чуть больше и он не сможет вращать крыльями с необходимой для полета а это одна из самых маленьких птиц фиолетового горло и калибре горная звезда из эквадора с размахом крыльев едва ли больше пяти сантиметров маленькими крыльями легко хлопать но чем они меньше тем быстрее должны двигаться чтобы создать достаточную тягу скорость и взмахов у этого калибре может достигать 75 взмахов в секунду что чуть ли не больше чем у мотылька да вот самое самое крупное калибре это размером с дрозда вот сейчас вам показали до последний кадр если птица будет крупнее вот так вот двигать крыльями держаться на месте зависать она не сможет она должна быть маленькая вот у них вес вообще очередь искать вес самый-самый наверное небольшой среди птиц но зато в связи с вот с активными движениями крыльями они в день съедают столько же сколько сами весят вот представьте сколько вы вести до сколько вы вести 30 килограмм в день 30 килограмм съесть можно это же просто лопнуть можно да вот ну вот они все время двигают крыльями это настолько напряженная работа что нужно съесть столько сколько сам весишь вот другая еще особенность что когда вы так активно работаете мышцами у вас повышается температура правильно вы когда физические упражнения там бегаете на физкультуре вам жарко становится правильно хороший вопрос вот у них вообще мышцы на износ работает на сказать но при этом у них и жизнь недолгая они живут ну там порядка трех лет не больше то есть если если ты активно работаешь двигаешься таскать на износ работаешь долго ты не проживешь такое правило а если ты медлительные спокойные да как черепаха ты проживешь сто лет вот ну это такое вообще правило да не всегда выполняется но что-то в этом есть и у калибре соответственно вот связи с активными движениями крыльев до мышцами у них сердце бьется знаете сколько ударов минуту 250 ударов минуту 250 это просто как пулемет да да это скелет вымершего ленивца гигантский ленивец да такие были раньше до были огромные медведи огромные ленивцы вот эти ленивцы настолько медлительные что за то время пока не ползают на них успевают вырасти сине-зеленые водоросли на шерсти в них успевают поселиться бабочки они там откладывают в них личинок коконы там в них развиваются вот эти ленивцы такие очень нечистоплотные так скажем да кроме того чтобы себя не выдать они в туалет редко ходят от представляете они что вот запаху этих можно найти да если они сходили где-то по дереву в туалет их сразу хищник вычислить нюхает они терпят два-три дня прежде чем сходить в туалет представляете это же тяжело у них очень большой мочевой пузырь и они это могут делать давайте посмотрим несколько видео что не надо в принципе у этих ленивцы у них температура тела немножко ниже чем у нас здесь 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 какая ситуация справа самка с детенышем слева самец у ленивцев есть свои участки которые они защищают от других соседей и вот этот самец слева он вторгся на участок самки самка пытается его прогнать вот она посмотрела чужак все происходит в замедленном таком варианте они делают все то же самое что мы но как замедленной съемки и вот она его сейчас будет пытаться прогнать она выбрала нужное место где зацепить что самое интересное и удастся его прогнать самец пока не очень понял что с ним пытаются сделать вот нет некоторые нас когда смотрят это видео они говорят это напоминает сцену в метро когда идет милиционер и поднимает какого-то спящего пьяница уважаемый поднимаемся выходим поднимаемся выходим и вот она ведь и она постепенно его отцепляет у него осталась последняя рука держащиеся за ветку и тут она вот его и все таки и последний рукам отцепила она победила совсем беспомощным ленивец чувствует себя на земле по веткам он еще хоть как-то передвигается медленно но верно а по земле он идет совершенно неуклюже вот эту видео видюшку вы можете найти в интернете под названием офисный планктон идет на работу офисный планктон идет на работу вот он переползает в тропиках проезжую часть сейчас тут машина мимо будут шнырять но видимо его как-то это не сильно волнует если присмотритесь по нему бегают всякие насекомые шерсть у него такая зеленоватая потому что там водоросли тоже наросли но тем не менее у них такие забавные физиономии немножко такие вот как у детей наверное маленьких они они стараются на землю спускаться как можно реже потому что в этот момент видите на них очень легко напасть они уязвимы а это вот ведь и зелененькая такая шерсть водорослями до у этого ленивца хотя он не в воде живет и в этой шерсти живут всякие насекомые ведь он такой не чесаный вот клещ какой-то к нему присосался страшный противный кто-то отворачивается вот бабочка какая-то тут что-то ему отложила вот ну и последний видеофрагмент мы поясма несмотря на то что они такие медлительные необычные чем-то иногда может быть и неприятны но взаимоотношения у них скажем ну наверное не хуже чем у человека видите очень трогательное общение вот эта мать с детенышем она есть вот наверху вверх сверху мама а вот детеныш по ней ползает и вот он тоже хочет полакомиться каким-то лепесточек лепесточком цветка который есть мама вот она ему нежно таскать передает кусочек все все практически как у людей да происходит хотя хотя не совсем не такие как мы какой-то сок они слизывают живут своей такой медленные но в общем вполне себе такой интересной жизнью если есть какие-то вопросы можете подходить задавать я думаю же в таком индивидуальном порядке кого я пропустил ну давайте так иначе кто устал может спокойно вставать и выходить к кому интересно еще что-то посмотреть кого я пропустил я покажу несколько еще фотографии и несколько видюшек можете поближе сюда вот кого кого-нибудь кому интересно вот я пропустил значит вот чип про червяков некоторых да так скажем это представители на самом деле сейчас кольчатых червей кольчатым червям относится это в какой-то степени родственники дождевых червей да только такие немножко отдаленных напоминающие но родственники они живут под водой есть такие так называемые черные курильщики это маленький вулканчик под водой действует там до сероводород оттуда выходит и вот вокруг этой такой гадости поселяются разные организмы которые в экстремальных условиях температуры совершенно верно слушайте надо надо человека сразу принимать в университет к нам все уже знает наперед молодец правильно значит вот эти вот вулканчики они спускают сероводород и на вокруг этих вулканчиков вообще пищи очень мало их кого-то так сказать там есть ну неудобно мало там еды да зато можно вести себя по типу вот ну как растение скажем ведут у них есть пигменты которые позволяют использовать свет да и преобразовывать эту энергию некоторым образом в химическую энергию это сказать образовывать питательные вещества а здесь ну там называется это фото синтез здесь называется химосинтез здесь используется химическая энергия вот тот же самый сероводород внутри вот этих существ живут бактерии которые используют сероводород а самые сами эти существа едят этих бактерий да то есть такой как бы симбиоз получается чем эти бактерии живут и вне этих существ вокруг этих вулканов и в молодом возрасте когда у этих червяков есть еще рот и кишечник они эти бактерии каким-то образом захватывают внутрь тела они проникают в их тело после чего рот исчезает кишечник исчезает остается только такой тяж из кровеносных сосудов посередине тела где живут эти бактерии и вот к этим бактериям с помощью вот такого щупальца это на самом деле жабра торчащие на верхушке на верхушке тела такая красная жабра она пронизана кровеносными капиллярами поэтому она красная вот через кровеносную систему через вот эту жабру подводится с кровью кислород из окружающей воды сероводород его их используют бактерии вот в этих кровеносных таких тяжах которые называются трофосома вот и этих бактерий потом организм вот эти вот червя потребляет значит червяки образуют в остальной части ниже ниже жабры вот здесь вот они образуют трубку из из извести такую звездковую трубку в ней не живут поэтому вот там зелененькое такое бело-зеленая это звездковая трубка ну как панцирь они прячутся внутри тоже червяк большой на самом деле там хищников может быть и не так много но от различных повреждений допустим какой-то кусок там откололся камня чуть-чуть их может повредить да вот принципе они ну такие нежные достаточно до дождевые черви тоже они в основном все-таки в земле ползаю до прячутся не когда вы ползать на поверхность тут же их могут раздавить но это внутреннее строение вот этого объекта на сейчас не буду подробно останавливается вот это вот разные стадии продольный разрез тела вот есть рот есть кишечник потом красненькая проникают туда бактерии потом рот кишечник исчезают и в результате вот справа картинка остается только тяж красненький с бактериями там внутри происходит вот эти химосинтезирующие процессы вот потом еще вот один объект который я пропустил это рачки паразиты других ракообразных вот так называемая сакулина внизу название это такие мелкие рачки у них в начале жизни есть панцирь есть ножки усики и так сказать все органы тела характерные для взрослого животного но в определенный период самки самцы вот остаются такого облика а самки в определенный период они начинают паразитировать на крабах вот здесь показан краб значит когда самка паразитирует на крабе она сбрасывает себя практически все панцирь она теряет ножки у нее исчезает пищеварительная система остается буквально некоторое количество таких аморфных клеток которые являются зачатком нервной системы половой системы и вот этот аморфный какой-то комочек клеток он проникает в краба он проникает в краба прорастает как гиф и гриба как гриб в различные части тела в ножки среди между органами и какое-то время в крабе эта самка живет краб при этом ну вроде как бы внешне проявляет нормальное свое поведение но если скажем этот краб самец он часто бывает по поведению становится похожим на самку почему это важно потому что в какой-то момент паразит начинает прорастать наружу из брюшка краба вот желтенькая вот там показан такой как гриб какой-то на рост на брюшке краба снизу это как раз пророс паразит и паразит образует но такую своеобразную чашу внутри которые находятся яйца и краб он ползает думать что это у него свое собственное потомство икра там прикреплена и он всячески о нем заботится охраняет вот этот вот вырост сейчас я покажу видео в это время самцы паразита вот такие вот как рачки да они могут заплывать вот в этот карман вот этот желтый вырост оплодотворять яйца ну и потом цикл повторяется вот это краб у которого на брюшке вот такой вот вырост как похоже на плодовое тело гриба и вот там щелочка в которую потом могут проникать самцы паразит живет в крабе порядка 9 месяцев может жить крабы живут дольше поэтому в принципе после гибели паразита краб еще может продолжать нормальную свою жизнедеятельность то есть паразит краба полностью не убивает хотя может немножко модифицировать его поведения так я думаю что на этом мы с вами закончим и и и и и и и